Эту ферму посещал Никита Сергеевич Хрущев, так как она была самая передовая, самая лидирующая во всем хозяйстве. Потом она была разрушена полностью. На то, чтобы ферма вновь ожила, у Юрия Ильченко ушло пять лет. Когда решил заниматься животноводством, здесь не было даже дверей в коровниках. Сейчас 400 буренок приносят больше 6000 тонн молока в год. Тут же на месте небольшой цех по переработке. Приедь Хрущев сюда сейчас наверняка бы оценил масштабы, так же, как и делегация Евросоюза. Аташе посольств из 21 страны приехали на Кубань оценить потенциал сельского хозяйства. Мне очень нравится то, что есть полный цикл здесь. У нас этого нет уже. Значит, исчезло все такое, чтобы была переработка при ферме. Но это, конечно, очень здорово, что можно получать свежие продукты из своего сырья, как бы, ну, буквально в 10 метрах от хозяйства. Пока финский советник по сельскому хозяйству поражается размахом деревенской фермы, педантичные немцы забрасывают кубанского крестьянина вопросами об условиях содержания коров. Но неважно, из Европы ты или из Новотитаровской аграрии, всегда найдут общий язык. Юрий Ильченко погружает советников посольств во все тонкости сельского животноводства. «У нас включается музыка. Половина шестого. Как только заиграла музыка, доярка ведром вступала, они уже сюда». «Да? Какую музыку?» «Ну, то, что дояркам нравится. Стас Михайлов в основном нравится». Конечно, информацию о надоях, кормах и медицинскому уходу за коровами иностранцы въедливо записывают себе в блокноты. От простой экскурсии для любопытных европейцев этот приезд представителей посольства отличается своей целью. Каждый из аташе и советников настроен потом заинтересовать кубанским рынком потенциальных инвесторов у себя на родине. «Семеноводство я могу назвать как одно из основных направлений. У нас очень разные хорошие селекционные центры, сотрудничество в перерабатывающей промышленности, потом растениеводство, тоже я могу, наверное, скотоводство, как мясное, так и молочное. То есть есть ряд направлений, в которых вот венгерская сторона, вот она видит возможность на сотрудничество». То, что зарубежный бизнес на Кубани – это выгодно, иностранным аташе показывают на немецком производстве сельхозтехники в Краснодаре. Локализация выпуска комбайнов здесь перевалила уже за 50%, а завод считается одним из самых современных в Европе. Но даже это не всегда заставит бизнес интегрироваться в кубанскую экономику, признаются советники посольств на встрече с губернатором. Самое главное, что волнует сейчас инвесторов – неизменность правил игры хотя бы на ближайшие пять лет. Венимин Кондратьев успокаивает. К каждому будет индивидуальный подход и даже преференции. Помогать будут тем, кто реально готов работать на экономику региона. «Посещая Краснодарский край, я обратила внимание на производство мяса и молока, потому что именно в этом специализируется Ирландия. Я смотрела на это глазами потенциального инвестора. Поэтому хотела спросить, возможно ли для иностранных компаний создавать совместные партнерства с предприятиями, работающими на территории Краснодарского края в плане обработки молочных продуктов? Это вопрос и есть поиска партнеров. Мы готовы вам предоставить площадки для встреч с нашими кубанскими производителями молочной продукции. Мы можем в индивидуальном порядке собрать определенную часть ведущих производителей молока в нашем регионе и, может быть, в рамках отдельного вашего приезда эту встречу организовать. 99% уверены, что партнерские отношения возникнут». Переработка – это то, что интересует почти всю делегацию Евросоюза. В этом вопросе кубанские и иностранные интересы полностью совпадают, замечает Вениамин Кондратьев. Краснодарский край сейчас в основном сырьевой регион, где получают много зерна и мяса, но не делают из них продукты питания. Технологические линии для производства конвейеров по переработке помогли бы, особенно небольшим фермерским хозяйствам, с этой сырьевой иглы слезть. «Когда фермеры не объединятся в кооперативы, а это их дальнейшая ступень, без которой они не смогут, то есть как раз вот эти цеха, то есть линии, они будут как никогда нужны. Сегодня нам важно понимать, чтобы вот такие производства были размещены в Краснодарском крае, потому что это рынок сбыта не только в рамках региона нашего, но и рядом соседних регионов». Что бы ни происходило на арене мировой геополитики, одно остается неизменным. Бизнес ищет, куда вложить доллар, чтобы получить два. И судя по тому, что аташи из 21 страны все вместе приехали на Кубань, Европа заинтересована в Краснодарском крае. Как говорится, санкции с санкциями, а взаимовыгодное сотрудничество и инвестиции по расписанию. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.